Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Еще один турецкий инвестор возводит в Башкортостане завод по производству семян подсолнечника за 142 миллиона рублей. Сейчас идут переговоры по локализации в Республике производства стеклянной микросферы и оборудование по разделке домашней птицы. Редактор субтитров А.Кулакова Розничные продажи алкоголя в Башкортостане увеличились до 73 литров в год на человека. Это почти на 9 литров больше, чем в 2021 году. Следует из данных Росалкогольрегулирование. Потребление пива медовухи в Республике выросло на 16% до 60 литров. Это 35-й показатель по стране. На 4,5% увеличились продажи напитков крепче 25 градусов. В среднем за год один житель республики употребляет 25 литров крепкого алкоголя. Это 40-е место. При этом спрос на вино в Башкортостане сократился на 6,5%. По мнению региональных экспертов, рост розничных продаж алкоголя в Башкортостане связан с наплывом туристов. Спрос на слабоалкогольную продукцию вырастал в тех районах, где отмечается массовое пребывание туристов. И происходило это как раз таки весенний, летний, осенний период. Потребление, оно остается на том же самом уровне. Растет доля именно легальной продукции, это тоже здесь играет свою роль. Также эксперты отмечают, что рост продаж крепкого спиртного может быть связан с уходом иностранных брендов. Часть потребителей старались закупить продукцию впрок. При этом водка и коньяк подорожали меньше, чем вино, что также отразилось на росте потребления. Еще одной причиной смещения спроса может быть эмиграция с начала специальной военной операции. Общая ситуация в России, она немножко перераспределила спрос. Но ни для кого не секрет, что многие в течение 2022 года покинули Российскую Федерацию. И в основном это, конечно, молодое поколение, которое крепкие напитки не потребляло. А что касается более старшего поколения, здесь как раз люди обратились к классике. Ну, водка это такой очень знаковый напиток, она действительно исконно русская, она важна. И как раз люди, которые пили и очень дорогие напитки, и пили вина, но вот в том числе из духа патриотизма стали пить водку. Отмечу, что в целом по России спрос на вино и слабоалкогольные напитки сократился. На крепкий вырос на 7,5%. Напитки свыше 25 градусов пользуются наибольшей популярностью среди жителей северных и дальневосточных регионов. Меньше всех спиртное употребляют жители Кавказских республик. Минзем имущество республики выставило на торги госпредприятие «Уралгео» в Уфе. Начальная цена лота – 82 миллионов рублей, вдвое выше уставного капитала. Аукцион состоится 13 апреля. Шаг составит 5% от начальной цены, то есть 4 миллиона. Участники торгов должны будут внести задаток в размере 10% начальной стоимости или 8 миллионов рублей. «Уралгео» ведет деятельность в области метрологии, предоставляет услуги недропользователям, разрабатывает стандарты и эталоны в области геологии и изучения недр. На предприятии работают 42 человека. Организации принадлежит здание по улице Армянской площадью более 1000 квадратных метров. Региональная антимонопольная служба аннулировала итоги торгов на капремонт школ в Стерлитамаке. Победившую фирму уличили в предоставлении неверных сведений об исполненных контрактах. Как сообщили в Уфас, администрация города в январе этого года провела два конкурса по поиску подрядчика для выполнения капремонта в школах номер 19 и номер 30. Оба тендера выиграла компания «Жилстрой» за 175 миллионов рублей. Внеплановая проверка показала, что победитель предоставил ложные сведения о своем опыте и квалификации. Так, компания указала договор подряда на капремонт зданий в Московской области. Однако оказалось, что эти работы проводились другими фирмами. В связи с этим результаты конкурсов будут пересмотрены. Также Уфас рассмотрит вопрос о наличии в действиях «Жилстроя» признаков нарушения антимонопольного законодательства. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.